Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. Всех вас поздравляем с сыропустной неделей, или с масленичной, что более, наверное, на слуху. Эта неделя замкнута между двумя воскресными днями. Один, который посвящен был страшному суду, воспоминанию страшного суда. Другой воскресный день, который грядет, воспоминание Адамова изгнания из рая. Или в простонародье более известное его название «Прощенное воскресенье». Сейчас, в период масленичных гуляний, широкой масленицы, которая будет, опять же, воскресный день, часто люди забывают вообще, что эта неделя подготовительна к Великому посту. А на самом деле, еще и эта неделя подготавливает нас к очень важному, такому духовному мероприятию. Это прощение, когда мы призваны и попросить прощения, и, что немаловажно, дать его. Очень редко мы это умеем сделать. Вот сегодня о самом прощении, о том, в чем оно заключается, что точно прощением не является, как к нему, может быть, подойти, как к нему подготовиться, мы поговорим в нашей студии с нашим гостем, с отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Ну вот я уже предвосхитил круг вопросов, которые мы будем с вами поднимать. Давайте немножечко, чтобы войти в тему прощения, вспомним все-таки о воскресном дне, который только прошел, о страшном суде, потому что очень часто это выражение на слуху, страшный суд, ад, погибель, люди себе рисуют какие-то страшные котлы, сковородки. А вот Евангелие нам почему-то говорит о другом. И Христос говорит нам о том, что судиться мы будем по какому-то совершенно иному принципу. Будут какие-то совершенно иные критерии суда. Давайте напомним нашим телезрителям, потому что, опять же-таки, этот вопрос очень важный. Он нас призывает, этот евангельский отрывок, это воспоминание, оно призывает нас очеловечиться. Очеловечиться как раз заблаговременно до того, как мы подойдем к человеку, может быть, перед которым мы виноваты, или, может быть, который виноват перед нами, чтобы дать ему прощение. Вот нужно вспомнить о человеке. Так вот, о чем же этот евангельский отрывок был в это воскресенье? Да, Господь повествует о страшном суде в совсем человеческих терминах. И основные обвинения, можно так сказать, этого суда — это непроявленная помощь к ближнему, непроявленная любовь к ближнему, непроявленное сочувствие к ближнему. Господь нам дает очень простые ориентиры. Он говорит, что если человек голоден, ты его накорми. Если человек голый, ты его одень. Если человеку негде переночевать, ты его прийти в своем доме. Если человек в больнице, посети его. Если человек в тюрьме, посети его. Обычные такие, на самом деле, вещи, которые мы даже и понимаем, даже не христиане понимают, что они, ну, человечны. Но до того, чтобы сделать их, конечно, доходят немногие. Но это вообще большой подвиг. Потому что звучит-то все действительно очень просто. Вот. Ну а что может быть проще голодного накормить? Что может быть проще тому, кто замерзает у тебя под окнами, дать одежду? Но каких колоссальных усилий, особенно в современной действительности, это требует от человека, мы просто видим с вами. Потому что у нас такое количество сиротских домов, такое количество домов престарелых, такое количество бездомных, которые ютятся и роятся в каких-то мусорных бачках. И это не всегда люди, которые, ну, такие, как принято называть, девиантного поведения, то есть они добровольно это выбрали. Это какие-то бабушки, лишенные крова, собирающие объедки вот по мусорным бакам. И, казалось бы, ну что проще заметить этого человека? Ну, проблема заключается в том, что сам факт вот этого замечания в человеке человека, его униженного иногда, иногда сгорбленного, иногда искореженного человеческого достоинства, уже является подвигом. Уже не то, что подойти и что-то сделать. Вот. И вот в связи с этим вопрос, почему для нас церковь это ставит на вид? По какой причине нам об этом нужно подумать заблаговременно до Великого Поста? Ну, я думаю, цели можно две такие диаметральные наметить. Во-первых, для людей, которые вне церковной ограды. И полезно вот в этот рассказ, в эту притчу вникнуть, поскольку очень много людей пребывают в такой в чем-то слепой, в чем-то благонадежной уверенности, что у них Бог в душе. Вот. Об этом пишет апостол Иоанн Богослов. И он говорит о том, что любить Бога, которого ты не видишь, невозможно, если ты не любишь человека, который рядом с тобой. Вот. Это как лакмусовая бумажка. Есть у тебя любовь к Богу, значит, у тебя есть любовь к ближнему. Нет любви к ближнему, значит, нет любви к Богу. Значит, Бога в душе у тебя нет. Вот. И Господь поэтому и говорит. Ведь те люди, которые были осуждены в этой притче, они вопрошали к Богу, а когда мы тебя не накормили, когда мы тебя не напоили, когда мы тебя не одели и не посетили, и не поработали тебе, и Господь отвечает, что вы не сделали это ближнему, иначе не сделали и мне. Вот. То есть это как некий критерий того, что ты на самом деле идешь к Богу. Но с другой стороны, и для людей, которые в церковной ограде, это тоже самый важный критерий. То есть на самом деле ситуация, но она обоюдоострая, потому что это то же самое фарисейство и в ней, и снаружи. Потому что человек может посещать богослужение, может добросовестно выполнять все обряды положенные, даже посты соблюдать, но не ставит себе целью любовь к ближнему, и, соответственно, оказывается вне спасения. Потому что вот такие простые вещи, которые Господь ставит на вид, в его жизни они не присутствуют, и, соответственно, он оказывается осужденным. Это очень интересно, да, что кто-то из философов даже 20-го, по-моему, века сказал, что трансцендентный Бог, он не может явиться в этом мире, как только между... как любовь между людьми. Для телезрителей надо пояснить слово «трансцендентный». То есть абсолютно не соприкасающийся, иной, абсолютно иной по существу, абсолютно не соприкасающийся с этим миром, существу, личность, сверхличность. Бог, который является в этом мире как любовь между... как царство Божие между людьми, как любовь между людьми. И это очень поразительно, что, как... можно даже пользуясь случаем проанонсировать наши библейские встречи по пятницам в храме мученицы Татьяны в половине седьмого, где мы читаем Ветхий Завет, и как в Ветхом Завете Господь является в пространстве между крыльями херувимов. То есть вот в некой пустоте между... так же, как пустота между людьми, это пространство, которое может быть наполнено Богом, если оно наполнено любовью. Замечательно. И вот, конечно, да, я хотел небольшой комментарий еще вставить, пояснить, вернее, сакцентировать внимание. Очень интересная вещь, что и там, и там, когда Господь будет обращаться к праведникам и грешникам, критерий, что сделали это во имя мое, для братьев моих. И вот тоже очень интересный момент, что абсолютно искренне возмущаются и та, и другая категория людей. И праведники возмущаются. Господи, когда же мы видели тебя голодным? И в этом есть определенное восхваление того смирения, когда человек делает некие поступки добрые, проявляет свою человечность по отношению к другому, свою любовь, заботу и сочувствие, как дышит. То есть не замечая этого, не акцентируя на этом внимания, просто делал и делал, а потом раз, и оказывается, что, собственно говоря, для этого-то я и был христианином. А другая категория людей получается, вот то, о чем как раз сказали вы, что есть ощущение у них, у этих людей, что все, что они делали, они делали для Христа, все, что они делали, они делали для Бога. Ходили, свечки ставили, молились, посты соблюдали, там, я не знаю, еще какие-то там святыни освящали, в паломничество ездили, а потом раз, и оказывается, что проглядели-то Христа, что там, где он был, они его не заметили. Там, где он был отчасти лишь, потому что, ну, нельзя сказать, что в храме, например, Бога нет. Ну вот, но здесь вопрос в том, что нужно ранжировать несколько реальностей. Иногда Христос прямым стуком стучится в твою дверь, когда на пороге твоем стоят там нищие, малоимущие и так далее. Вот это очень интересная вещь, как мы можем подменить некие понятия, как мы можем подменить одну реальность другой, когда мы будем абсолютно уверены, что мы со Христом, когда мы будем абсолютно уверены, что мы христиане. И это, в общем-то, беда фарисеев, которые жили в неком самообольщении, самоупоении того, что они... Почему жили? Живут. Живут. Да. Вот. И те люди, которые иногда остаются даже в тени, как кажется, да, но живут при этом более христианской, более православной жизни. Ну да, вопрос в сложности, как увидеть Христа. Вот. И это тоже коренной вопрос православия, потому что святые отцы говорят о том, что есть такое состояние духа, когда человек ходит пред Богом. Отхождение пред Богом как постоянное ощущение присутствия Божия в твоей жизни. И, конечно, в таком состоянии легче разглядеть Христа. В таком состоянии протянутая к тебе рука не будет отшвырена в сторону. В таком состоянии просьба к тебе не будет воспринята как угроза твоему личному пространству, времени и так далее. Но вот вне этого состояния, конечно, очень тяжело разглядеть, что конкретно вот этот вот заплеванный нищий, который тут лежит, это Христос на самом-то деле. А ты вот такой благополучный, счастливый, на самом деле лишаешься всего сейчас, ну вот проходя мимо. И это... Это как раз... Почему фарисейство ставится вот в такой укор Христом прям несколько раз очень мощно, потому что это такая скользкая обочина, на которую очень легко соскочить. Вот православие — это царский путь, это путь прямой к Богу. Но иногда так хочется вот остановиться там на обочине, перекусить, там еще... Вот. И часто эта обочина становится там, обрастает домами. Вот очень такая фарисейство — удобная обочина, когда ты внешне вроде все соблюдаешь, но потребности в любви к ближнему и самой как таковой любви к ближнему у тебя все меньше. И в этом закостеневая лишаешься на самом деле жизни, Бога. И вот то же самое, если мы говорим о прощении, да, это сложнейшая вообще вещь. И принять прощение, и самому простить бывает так сложно иногда, что люди часто заменяют это. Вот. Очень часто, к сожалению, приходится наблюдать и в православных храмах, и вообще вот в день прощенное воскресенье ситуацию, когда люди симулируют прощение, и ситуация, когда люди симулируют, что они простили. Очень интересно. У меня был такой опыт, ну, в чем-то он психологический какой-то, душевный, что я понял, что я очень быстро даю прощение. В общем, ситуация, когда я, ну, обижен, она для меня очень острая, очень неудобная. Я спешу простить скорее, чтобы, как бы, вот эту остроту для себя снять побыстрее. Это плохо? Но, и, как бы, да, казалось бы, что это хорошо, быстро давать прощение, быстро просить самому прощения. Но, было такое осознание, что я это делаю, ну, процентов на 20 от 100. Просто потому, что мне хочется быстрее это сделать. И мне кажется, ну, поправьте, если я не прав, здесь ориентация главным образом на себя. Конечно. То есть тебе некомфортно, и ты пытаешься из этой ситуации как-то выбраться, и получается, что, ну, оно не искреннее, оно быстрое. Человек может тоже, или ты сам можешь быстро сказать, конечно, прощаю, но остается вот эти 80 процентов нераскаянные, по сути, и полезные иногда даже с духовной точки зрения дать себе время простить. То есть быть искренним с человеком и сказать, знаешь, ты вот меня в такую ситуацию поставил, что я тебя хочу простить, а не могу пока. Ну, то есть мне надо время, мне нужно там неделю, а может быть месяц, а может быть год, когда вот эта рана затянется, и я смогу искренне на 100 процентов тебе сказать, я тебя прощаю. Потому что простить... Ох, батюшка, мне кажется, это очень такой, ну, путь не для всех, то есть это может быть действительно путь личного опыта, но представьте себе, что у нас сейчас вот услышат люди, которые получат некую санкцию на то, чтобы... Потому что я знаю тоже, и из моего личного опыта есть даже и близкие мне люди, вот, которые ну, фактически заставляют вымаливать прощение. и эта ситуация однозначно... Ну, она похожа, просто она с другой стороны. но она не полезна ни той, ни другой стороне. Потому что, я почему говорю, что это не для всех, потому что, действительно, если ты хорошо, ты обозначил некий срок, дай мне месяц, я... мне нужно, да, работать над собой, и человек этот месяц действительно работает над собой. но чаще всего, когда человек говорит, я не готов тебя простить, он, в принципе, затворяет дверь для всяческого прощения, работы внутренней, как правило, не идет никакой, и мы просто берем и красной линией вычеркиваем человека из списка, ну, там, не знаю, если говорить совсем глубоко, то есть списка живущих в моей жизни. Вот, то есть... Ну, это обоюдная должна быть ситуация. Если ты сталкиваешься с тем, что тебе человек такой говорит, что я не могу пока, ну, это же не значит, что ты как раз... Ситуация-то прощения подразумевает, что твоя работа, она в этом будет заключаться, что ты будешь осознавать, скажем, глубину того, ну, что ты натворил, что, да, человеку еще целый месяц, я-то думал, я просто пошутил, а человеку надо целый месяц, чтобы оклематься. И поэтому, в любом случае, ведь христианство говорит о внутренней твоей работе, не чьей-то. То есть, если человек тебе говорит об этом, то это твоя работа, вот она и начинается. Ты в течение этого месяца будешь и сам молиться, за себя, и за человека будешь молиться, и просить Бога, чтобы он эту рану уврачевал как-то, которую ты нанес, по своим грехам, по своему незнанию, по своему там, еще чему-то. Это очень, вот момент искренности, он мне очень дорог, потому что тут тогда не надо притворяться. Очень часто ведь, или, например, вторая скользкая обочина, когда человек говорит, да я простил уже. Даже у него не просили, например, прощения. Вот у меня есть близкие родственники, троюродные, брат и сестра, они между собой брат и сестра, но они находятся в состоянии конфронтации, даже смерть матери их не примирила. И он говорит, да мы ее, он с женой говорит, да мы ее простили, только видеть ее не хотим. И она говорит, да я все, что могу, а сделала. А ну нет вот этого прощения. То есть как мне нравится, писал и говорил Антоний Сурожский, простить не значит забыть. Простить не значит вычеркнуть красным карандашом человека из списка живых. Или в твоей жизни. Даже он по-другому, ну то есть в это слово забыть, он еще и вкладывает расхожую фразу, что простить значит забыть вот то, что мне сделали. То есть я не могу тебе забыть, что ты мне сделал. И вот он говорит, что простить это как раз не значит забыть. Простить это значит помнить. Простить, да, простить значит принять человека со всем тем, что он представляет на данный момент. Значит это принять его, что он вот может предать, принять его, что он может ляпнуть что-то не то, принять его, что он может в чем-то тебе изменить. да, принять его в том, что он не такой, как ты о нем думал, например, даже так. Ведь в семье это очень часто, очень важно именно вот это, да, принять человека, что он может оказаться не тем, кем он был в состоянии влюбленности. Да и просто он может не... Ну, и твоим идеалам каким-то не соответствовать. И продолжить идти вместе. Продолжить идти, несмотря на то, что нас что-то вот различает, да, и вот это есть по-моему, мне кажется, это суть любви, суть прощения в том, что ты понимаешь, что мы разные, но мы вместе. Вот несмотря ни на что. Как бы держать строй, да, держать вот ряды на пути к Богу, там, какие-то вот взаимоотношения, не ломать все, потому что что-то как тебе вот не хочется. И если ты не можешь простить, не говорить, что я простил. Это очень сложно. Да, то есть сказать, знаешь, я тебя не прощаю, потому что, потому что, потому что. И вот тот же Антоний Сурожский, вот просто замечательный у него есть пример, когда он в школе или в институте пришел к своему духовнику и говорит, я не могу там этого Петю простить. Он мне вообще прям вот, ну так вот, я не могу его простить. И ему духовник говорит, ну тогда ты не читай молитву, Отче наш. Потому что там же слова прости меня, как и мы прощаем, нас прости, как мы прощаем. И как же Бог сможет тебя простить, если ты этого Петю не прощаешь? Он говорит, ну я попробовал, не могу не читать эту молитву. Тогда говорит, не читай эти слова. Всю молитву Отче наш читай, а слова о том, что прости меня, как я прощаю, не говори, потому что ты будешь врать Богу. И я, говорит, попробовал без этих слов, и я не смог без этих слов. И вот через это Бог привел его к покаянию, что он смог сказать эти слова Богу, потому что он смог простить где-то или хотя бы попросить Бога о том, чтобы это прощение дал человеку. Это тоже еще другое измерение, когда мы сталкиваемся с тем, что своими силами мы простить не в состоянии, потому что это превышает наши силы. Бывает, что на самом деле человек близкий так делает, что тебе просто раздавливает это. Ты этого не ожидал, ты этого не предполагал. Когда близкие родственники начинают конфликтовать из-за имущества какого-то там семейного, квартира матери начинает делиться, забери все, отдай все. Отдай брату все или сестре, но чтобы она сохранила с тобой дружеские, любовные отношения. Не хватай всего. И вот увидеть в этом, как Бога опять-таки, в ближнем Бога увидеть, это очень бывает сложно. И вот прощение, искреннее прощение, оно, конечно, иногда рождается там, ну, долго ты к этому идешь. Но второй момент, что когда ты сталкиваешься с тем, что ты не можешь простить, всегда остается измерение Бога, чтобы ты к Богу воскликнул, сказал, Господи, вот в моем сердце нет прощения для этого человека, в моем сердце нет места этому человеку, после того, что он сделал. Но я тебе доверяю, я тебе молюсь, ты мне дай это прощение в сердце. Чтобы я не сам его простил, а чтобы через твою помощь, через твою благодать в моем сердце какое-то смирение там, какое-то прощение поселило. У нас осталось совсем немного времени, батюшка. Я бы хотел просто резюмировать, если позволите, все то, что было сегодня сказано. Понятное дело, что тема эта безбрежная, потому что вопрос о возможности дарования прощения, он очень узкоконтекстуален. Вы вспоминаете одни случаи, кто-то может вспомнить случай предательства со стороны друзей, кто-то может вспомнить предательства со стороны детей, кто-то может вспомнить предательства со стороны мужа или жены. Кто-то не может простить иногда совершенно незнакомых ему людей. То есть вот кто-то наступил в трамвае там на ногу, и вот человек годами носит, внутренний этот диалог поддерживает, как он нахамил, что ему ответили, а почему я ему тогда то-то не сказал, и вот до сих пор несет, и несет все эти вот и обиды, и склоки какие-то внутренние. Так вот, прощение действительно, давайте мы отделим, что не является прощением, да, для наших телезрителей. Прощением не является равнодушие. То есть когда я отмахиваюсь и говорю, да я простил уже тебя. Прощением не является снисхождение, то есть взгляд сверху вниз, да, то есть когда изначально я человека, который ко мне пришел, ставлю на ступеньку ниже, и я покровительственным тоном ему говорю, что иди, прощаются тебе грехи твои. Прощением не является то, как тоже есть сейчас расхожая фраза, иногда ее даже на лобовых стеклах автомобиля клеят. Понять, простить, вот. Понять это тоже не простить, простить это и не забыть. Понять вот в том значении, что понять и оправдать зло, например. Ну как можно понять, что у тебя берут, например, твой брат или сестра отсуживает имущество и так далее. Как это можно понять? Понять это значит найти некое оправдание. Этому оправдание зло мы не можем найти, потому что это будет жизнь на двойных стандартах. Но простить это значит любить. Простить это значит разглядеть эту немощь и покрыть эту немощь своей любовью, своим терпением иногда, подвигом своего самоотречения, попыткой отступить, может быть, на шаг назад, для того, чтобы пропустить... Увидеть Христа, по сути. Да. Что это вот квартира, которая... Вот. И вот на этой фразе, дорогие наши друзья, мы с вами прощаемся. Я хотел бы, чтобы действительно в это прощенное воскресенье, когда вы придете в храм, вы смогли дать прощение искренне. И если вдруг вы виноваты, вы искренне нашли бы тех людей, перед кем вы виноваты, а не просили у людей, которые вам ничего не сделали. В первую очередь идите к тем, кто обижен вами. Храни вас Господь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова